Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Завтра на нашем канале в 17.15 состоится прямой эфир с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым. В течение недели шла подготовка к главному информационному событию уходящего года, который состоится в павильоне Вестей. Остались последние приготовления. Техническая группа трактует прямые включения с районными администрациями, министерствами и ведомствами. Ну и, конечно, главные герои – это телезрители, которые продолжают задавать вопросы главе. В этот раз вопросы можно прислать и на WhatsApp, как в виде обращения по номеру 8-918-710-9990. Можно задать свой вопрос и по многоканальному номеру 8-800-222-44. Вопросы принимаются и непосредственно во время привома эфира с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Итак, начало эфира завтра в 17.15 на телеканале «Россия», а также на «Архиз-24», радиостанциях «Радио России» и «КЧРФМ». Вести провели опрос на улицах Черкесской и узнали, будут ли жители смотреть прямой эфир с главой, и какие вопросы они бы задали Рашиду Тимрезову. Смотреть обязательно буду, и, конечно, хотелось бы задать некоторые вопросы. Смотреть, конечно, обязательно буду, и вопрос могу задать по благоустройству нашего двора. Очень хотелось бы, чтобы двор был красивый, удобный для пожилых, и для молодых, и для детей. Да, конечно, будет интересно послушать главу о изменениях, так сказать, в нашем городе. Пока все устраивает. Конечно, буду задавать вопросы. Не только я и моя мама, мы готовимся заранее, подписаны на инстаграм главы. Поэтому, естественно, да, будут вопросы. Уже, в принципе, видим и благоустройство в республике, и другие новшества какие-то. Но мы надеемся на более-таки улучшенные времена. Хотелось бы задать вопрос по поводу земельного участка. Так как я многодетная мама, у меня трое детей, мы в очереди 836-е. Вот я бы хотела спросить, ну, сколько семей продвигается в год? Об этом только услышала. В принципе, есть вопросы, какие бы я хотела бы озвучить, узнать, на них ответы. Вот. И думаю, буду смотреть и буду в процессе что-то задавать. Вроде все пока устраивает. Чтобы лечили людей, чтобы закрыли госпиталь, наконец, и все. Скорее всего, пару вопросов задам. И еще раз повторюсь, это замечательно, что человек выходит на связь и общается с народом. Поводом для следующего сюжета стал звонок программы «Вести» от жительницы Аула Инжи Чикун Марины Биджевой. Инвалид первой группы просила помощи у корреспондентов в освещении ситуации, которая сложилась у нее во дворе в результате схода селевого потока из-за проливных дождей летом этого года. Свои законные 10 тысяч, которые полагались по степени разрушения подворья, потерпевшая получила. Но можно ли отстроить на эту сумму разрушенный дом? В ситуации разбиралась Фатима Даурова. Это кадры с телефона, отснятые в суматохе, в перерывах между попытками спасти на житое и выгребать иловый поток из подвала и комнат. А в доме живут мама с дочкой. Первой, в 87-й год, идет. И она ухаживает за своей больной дочерью. Если бы не помощь соседей, которые быстро сбежались к двум женщинам, зная их положение, ущерб был бы гораздо больше. Сила удара стихии пришлась на старый самманный дом, где в тот момент находились Марина с матерью. Домик. Я там выросла. Я там все, мы там жили. Дом нету. Этот еле построен, недостроен. Тепла нету, ничего нету, ни воды, ничего. А домичек все равно хоть и вода унесла. Я свою жизнь там прожила 60 лет. И тем не менее, вещи наши там были, там все было. И вещи, и продукты. Все, мы могли там жить. Стена дома не выдержала натиска селя. По словам женщин, она отошла, образовав широкую трещину. А все, что находилось в доме, пришло в негодность. Понятно, что у двух больных женщин, живущих только на пенсию, скарб был, может быть, и не такой большой относительно зажиточных дворов. Но тем не менее, этим добром они пользовались. Нас несла на волнение. И шифонер, и спальню, и стиральную, и эти все. Все снесла, нету ничего. У меня уже все нету. Где я лежала, эта постель, все осталось. Все на мусорку отвезли. Подвал, полный подвал был, вода. Некому было вытащить. Старая женщина смотрит на остатки дома, где провела свое детство. От него остались теперь саманные кирпичи, которые она в молодости своими руками делала, придавая форму глиняной массе. И уцелевший угол двух стен, как напоминание о былом. Не знаю, как жить дальше. Я не знаю. Тысяча восемьсот картошка стоит, мешок. Огороды все, мусор. Ничего не взяла. И кукурузы нету, и картошки нету, и ничего нету. А купить нечего. Купить нечего. Вот и живи дальше, как хочешь. Картошка, мешок тысяч восемьсот. Это уже не знаю, как сказать. И плачет хочется. И радость, что мы живы. Рабочая комиссия присудила нанесенному ущербу категорию первой степени. И свои законные 10 тысяч рублей, положенные по этой категории, женщины получили. Но размер компенсации не хватит даже на то, чтобы залатать крышу этого дома, где мне сейчас приходится жить, говорит Марина. Она показывает нам письма, которые отправляла в различные инстанции. Ответ от всех один. Разобраться на местном уровне. Вот мы и решили обратиться в районную администрацию для прояснения ситуации. В частности, по Биджевой, ей была определено выплата в 10 тысяч рублей. Был составлен акт за ее подписью 29.06. И буквально через неделю или две она эту сумму получила. Кроме этого, ей была оказана помощь и техника, и экскаваторам. КАМАЗ был выделен для того, чтобы со двора убрать нанесенный стихий ил. Но техника не смогла развернуться в узком дворе. Прибывшие помогли, чем смогли. Но занесенного ила было так много, что до сих пор во дворе местами нога проваливается в почву. Нас поразило то, что эта маленькая хрупкая женщина, замученная болезнью, не собирается сдаваться. Пока бюрократическое колесо крутится, как вечный двигатель, тем временем мама с дочерью напомнили героев Сервантеса, идущих на мельницу только с копьем в руках и отважным сердцем в груди. Мама старая, я не смотрю на них. И то жить хочется ей среди детей, и же внуков хочет увидеть. Остаток жизни хочется хоть чуть-чуть на людей, похоже быть, подняться, чтобы не просить, чтобы хватило. Всем не хватает денег, я понимаю, все понимаю. Даже пенсии моей не хватает на лекарства. Фатима Даурова, Ислам Урума, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 30 671 человек. Из них 26 502 выздоровели, 509 человек госпитализированы. МЧС предупреждает, в горах Карачаева-Черкесии выше 2,5 тысяч метров лавина опасна. Но сейчас слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии днем с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. И туман. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 2-4, а днем 8-10 градусов выше нуля. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Сегодня спикер парламента и руководитель регионального отделения «Единой России» Александр Иванов в режиме прямого эфира провел прием граждан. Вопросы, с которыми обращались жители республики, были самые разноплановые. Просьба о срочном обновлении труб водоснабжения. Мама воспитанника детского сада Ивушка поблагодарила за новый ясельный корпус, который построили по проекту «Единой России». Еще несколько обращений граждан касались благоустройства территории. По поручению Александра Иванова они взяты на контроль из полкома партии. Также спикер поддержал инициативу «Молодой гвардии». Общественная организация предложила реализовать социальный проект «Мы – команда ГТО», который призван стимулировать граждан для выполнения нормативных испытаний. А завтра в общественной приемной партии «Единая Россия» с 10 до 17 часов состоится дистанционный прием граждан по трудовым вопросам. Обращения жителей будут рассмотрены совместно со специалистами Управления Государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесского республиканского объединения Организации профсоюзов. Подробную информацию можно получить по телефону 20 12 12. Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. Среди сотрудников военнослужащих и ветеранов войск Росгвардии России высшего знака отличия медали «Золотая звезда» удостойно 306 Героев Советского Союза и 173 Героя России. В их числе «Наш земляк» рядовой срочной службы Евгений Остроухов. Память Героя России почтили сослуживцы, солдаты и сотрудники Управления Росгвардии России Покращаево-Черкесии. Фатима Даурова подробнее. Грозный 90-х. Ожесточенные уличные бои. Большие потери с обеих сторон. Горящая техника, подожженная огнем гранатометов. Цели, подававшие жизнь, безжалостно расстреливаясь из всего имеющегося оружия. И в этом огневом хаосе наводчик пулеметов, бронетранспортеров 54-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа Евгений Остроухов. Уже в самом начале боя он получил ранение в руку и ногу, но остался в боевой машине и смог открыть ответный удар. Позже, несмотря на полученное в ходе боя второе ранение, Евгению удастся выбраться живым не только самому, но и спасти своих сослуживцев. Раненый солдат дождался прорыва армейской колонны и только после этого потерял сознание от потери крови. Это был первый бой Остроухова. Впереди еще будут другие. Героями становится непредсказуемо. Просто в зависимости от ситуации. Человек попадает в ситуацию, и ситуация позволяет человеку стать героем или нет. Иногда люди становятся героями, иногда они становятся предателями. Ну вот в данном случае Евгений, я бы сказал, у него характер позволил ему стать героем. Временно исполняющий обязанности начальника управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии Сергей Богданов и заместитель начальника по работе с личным составом Марат Суров вместе с сотрудниками вневедомственной охраны региона приняли участие в торжественной церемонии, которая состоялась у памятника герою России Евгении Остроухову, что стоит в центре его родного города – Усть-Жигута. Полковник Марат Суров рассказал молодым офицерам о боевом пути сослуживца. О примере его мужества и солдатской выдержки. И сегодня на примере подвига Евгения Остроухова мы довели до личного состава ту стойкость, то мужество, тот патриотизм, который проявил Евгений Владимирович. И, конечно же, хотим, чтобы это в дальнейшем отразилось на добросовестном отношении к службе нашего личного состава, чтобы в каких-то стрессовых ситуациях они тоже могли проявить себя, как смелые и мужественные ребята. Евгению Остроухову пришлось поучаствовать и во второй кампании. На его счету несколько командировок в зону проведения контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. Одна из них стала последней. Старший лейтенант Евгений Остроухов трагически погиб в ходе проведения спецоперации по пресечению действий незаконных вооруженных формирований 25 августа 2002 года в селе Старое Атаги. Он стал одним из первых, кто удостоился звания Героя России с вручением медали «Золотая звезда» в ходе проведения кампании по восстановлению порядка на территории Чеченской республики в 1994-1996 годах. Фатима Даурова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Таким был четверг, Карачаево, Черкесия. Прямо сейчас продолжение фильма «Ключ от всех дверей». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Также присылайте свои видеообращения через WhatsApp по номеру 8-918-710-9990. Итак, 10 декабря в 17.15 задайте свой вопрос главе республики.